Альхамду лиллаху, салату и саламу аля Расулу Аллаху, аля алихи и сахбихи, ажмаин. Автор «Да смилуется над ним Аллах» говорит, глава о посте в пути и других темах. В этой главе он упомянул то, что связано с облегчениями для путника. Ранее мы упоминали в книге о молитве то, что связано с путешествием и некоторыми облегчениями в нем. То же, что упомянуто здесь, относится к посту, и это потому, что к облегчению в путешествии относится разговение. Большинство ученых говорят, что разговение постящегося является узаконенным и является сунной. Если он отправляется в путь, в котором сокращается молитва и в котором разрешено использовать облегчение, это путешествие должно быть в послушании Аллаху, а его расстояние должно быть таким, в котором дозволено сокращать молитву. Таким образом, если путешествие является путешествием в послушании Аллаху, а не в грехе, а его расстояние – это расстояние сокращения молитвы, то большинство ученых говорят, что человек может пользоваться облегчениями в пути, такими как сокращение молитвы и разговения. Ученые из числа первых табиэинов, в главе о посте среди них есть те, которые говорят, что если Рамадан начинается во время путешествия, то они говорят, он не нарушает свой пост, кроме как если Рамадан наступит во время его путешествия. Таким образом, они говорят, что если Рамадан начинается, когда он находится в своем месте проживания, а не в пути, то ему не разрешено пользоваться облегчениями путешествия, именно в том, что касается поста. Однако это мнение неверно, так как противоречит хадисам пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк выходил в путь после того, как наступал месяц Рамадан, и он прерывал пост в пути. То есть Рамадан наступил тогда, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился в городе, и все же, когда он вышел в путь, то прерывал пост. Также некоторые из них считают, что тот, кто может пользоваться облегчениями в пути во время поста, должен выйти в путь до наступления дневного времени суток и взять намерение на использование облегчения ночью. И это также неверно, ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал день с поста, а незадолго до захода солнца он разговелся. И это также указывает на дозволенность разговения во время поста, и что нет условия иметь намерение с ночи для этого. Что касается большинства поздних ученых, то они говорят, что путник, совершающий дозволенную поездку, имеет право воспользоваться облегчениями в своем пути. И именно на это указывают достоверные тексты от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Некоторые из ученых даже сказали об обязательности разговения в пути, и что положение постящегося в пути такое же, как и того, кто разговляется дома. Таким образом, они сделали разговение для путника обязательным, и сказали, что кто постится во время путешествия, его пост не снимает с него ответственности за обязательный, и он обязан восполнить его, когда вернется. Это мнение Захиритов и некоторых других ученых. Что касается большинства ученых, то они считают, что разговение во время путешествия является облегчением, и поэтому более предпочтительным. Если же путник будет держать пост, то в этом также нет проблем. Позже мы разберем, что лучше, прервать пост или же поститься. Первое, что упоминается в этом разделе, это хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды Хамза ибн Амр аль-Аслями, который много постился, спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, следует ли мне поститься в пути? На что он ответил, если хочешь постись, а если хочешь не постись. Хадис передали Аль-Бухари и Муслим, от Хишама ибн Урвы, от его отца, от Аиши да будет доволен ею Аллах, что Хамза ибн Амр аль-Аслями спросил об этом у пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также этот хадис приводится от Мухаммада ибн Хамзы ибн Амра аль-Аслями, о том, что это произошло в месяц Рамадан. Также у Муслима приводится от Абуль Асвада, от Урвы, от Абиму Рауиха, от Хамзы, что он также спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о разговении во время путешествия. Этот хадис указывает на мнение большинства ученых о том, что путнику разрешено прерывать пост и также разрешено поститься. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил Хамзе ибн Амру аль-Аслями поститься во время его путешествия. Это опровергает утверждение тех, кто говорит, что нарушение поста для путешественника является обязательным, и что тот, кто постится во время своего путешествия, что его пост недействителен. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, одобрил пост Хамзы И также от пророка, да благословит его Аллах и приветствует Передается в Ассахихе, что он, да благословит его Аллах и приветствует, постился во время некоторых своих путешествий Как об этом сказал Абуддарда, да будет доволен им Аллах Однажды у нас был очень жаркий день, и никто из нас не постился, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абдуллаха ибн Равахи Это указывает на то, что путнику разрешено завершить свой пост В другом хадисе приводится, среди нас был тот, кто нарушил пост и был постящийся, однако нарушивший пост не порицал постящегося, а постящийся не обвинял того, кто не держал пост. Далее об этом будет сказано подробно, поскольку разговение в пути имеет свою специфику, и оно может быть обязательным, может быть сунной, может быть дозволенным или нежелательным, чтобы постящийся прерывал свой пост во время путешествия. Что касается обязательности поста, то если в этом будет вред мусульманам, например, если он находится на джихаде, и мусульмане вышли на джихад во время поста, а их пост принесет им вред и поможет врагу, здесь мы говорим, что обязательно для таких постящихся прерывать свой пост, дабы защитить мусульман, и нарушение поста в этом случае является обязательным. Что касается второго случая, то прерывание поста может быть более предпочтительным и является сунной, и держать пост в таком положении нежелательно, и это в том случае, если пост влечет за собой тяжесть и затруднения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал относительно тех, кто постился в таком положении. Они ослушники, они ослушники. Это относится к тем, чей пост вызывает тяготы и трудности в пути. Что касается того, кому пост не причиняет тягот и трудностей, то для него лучше прервать пост. А если ему трудно, то ему следует прервать пост, и его пост становится нежелательным. И даже может дойти до греха, если он вредит себе и подвергает себя трудностям и тяготам. Это милостыня и облегчение, которые Аллах дал нам, и Он любит, когда использует его облегчение, и Он повелел нам принимать его милостыню, велик Он и славен. И из его милостыни, разговения во время путешествия. Что касается случая, когда постится предпочтительнее в пути, то это случай человека, которому несложно поститься. Однако ему трудно потом восполнять этот пост. Как это пришло в хадисе Мухаммада ибн Хамзы ибн Амра аль-Аслями, который сказал, «О посланник Аллаха, я человек, который вышел в путь в этот месяц, и мне трудно восполнять пост, так что у меня будет долг». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если хочешь, то постись, а если хочешь, то разговляйся». Это указывает на то, что если кому-то не трудно поститься в пути, но трудно восполнять этот пост, то лучше ему держать пост. На основании этого предания многие ученые пришли к мнению, что лучше для путника поститься. Однако правильное мнение у ученых по хадисам состоит в том, что путнику лучше прервать пост, если ему не будет трудно восполнять его впоследствии. Итак, этот хадис указывает на дозволенность разговления во время путешествия и также на дозволенность поста во время путешествия. Ученые единогласны, что дозволено прерывать пост во время путешествия. Но разногласия между ними касаются вопроса о посте для путника, а также разногласия относительно того, что лучше для путника – поститься или нет. Что касается дозволенности разговления в пути, то нет в этом разногласий. В следующем хадисе приводится от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что он сказал, «Мы часто находились в пути вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и постившийся не порицал не соблюдавшего пост, а не соблюдавший пост постившегося». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хайфамы и Абу Харіда, от Хумейда, от Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Мы часто находились в пути вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и постившийся не порицал не соблюдавшего пост, а не соблюдавший пост постившегося». Это означает, что были те, кто постился, и были те, кто не соблюдал пост. И постящиеся не порицали тех, кто не постился, и те, кто не постились, не обвиняли тех, кто постился. Как я уже говорил, это касается того положения, если нет затруднений и нет вреда мусульманам от поста путников. Но если есть вред и затруднения, то Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал о постящихся в таком положении. Они ослушники, они ослушники. Также достоверно приводится, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал, не относится к благочестию пост во время путешествия. Также Пророк да благословит его Аллах и приветствует сказал, те, кто разговелись, получили полную награду. Основываясь на этом, мы говорим, что сунной и более предпочтительным для путника является то, чтобы он всегда прерывал пост. Если только ему будет трудно потом восполнить его, в этом случае он может поститься, и пост лучше для него. Здесь Анас сообщает, что когда они были в пути, некоторые из них постились, а некоторые разговлялись, но никто из них не обвинял другого. Также передается со слов Абуд-Дарды, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Однажды во время месяца Рамадан мы вышли в путь вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в такой жаркий день, что человек из-за сильной жары вынужден был прикрывать голову рукой. И среди нас не было постящихся, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абдуллаха ибн Равахи». Этот хадис передал Аль-Бухари от Исмаиля ибн Убайдуллаха, от Ум-Дарды, от Абуд-Дарды. Также этот хадис приводится от Утмана ибн Хайяна, от Ум-Дарды, от Абуд-Дарды, да будет доволен им Аллах. Абуд-Дарда, его зовут Уэймир, и говорится, что его зовут Амир. Также есть разногласия в имени его отца. Сказали, что его зовут Амир, другие сказали Та'ляба, другие сказали Абдуллах, а другие сказали Зейд, и сам он из племени Хазрадж. В этом хадисе Абуд-Дарда, да будет доволен им Аллах, разъясняет, что однажды был очень жаркий день, и не было постящихся, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абдуллаха ибн Равахи. Тем самым он хочет сказать, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постился в Рамадан, будучи в пути. И это опровергает мнение тех, кто говорит, что постящийся в Рамадан, будучи в пути, что ему нужно восполнить свой пост. Приводя слова Всевышнего, пусть постится столько же дней в другое время. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постился, будучи путником, и постился Абдуллах ибн Раваха, да будет доволен им Аллах. И постились другие сподвижники и не порицали друг друга. И им не было велено восполнять эти дни. Это мнение большинства ученых, близкое к единогласию между ними. Некоторые ученые передали единогласие в этом вопросе и не принимали во внимание противоречия захиритов, так как считали их противоречия в этом вопросе исключительно слабым мнением. В следующем хадисе приводится Аджаби Рада будет доволен Аллахими обоими, который сказал, «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который находился в пути, увидел толпу людей, собравшихся вокруг одного человека и закрывавших его от солнца, и спросил, что происходит. Люди ответили, он постится». И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пост во время путешествия не от благочестия». Этот хадис передал Аль-Бухари, а в версии Муслима говорится, «Вам надлежит принимать облегчение Аллаха, которым он облегчил вам». Этот хадис приводится со слов Чу'ба ибн Абдур-Рахмана ибн Са'ада от Мухаммада ибн Амра Аль-Хасана, Аджабира ибн Абдуллаха, да будет доволен Аллахими обоими. Что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Пост во время путешествия не от благочестия». В этом хадисе указывается, что этого человека закрывали от солнца и что его постигла трудность и тяготы так, что, возможно, из-за этого он упал в обморок. Основываясь на этом, мы говорим, что у кого подобное состояние и положение, когда он переносит тяжести поста в пути, такой человек противоречит пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И его пост в таком положении является очень нежелательным. И эта нежелательность увеличивается, когда он отказывается брать облегчение от Аллаха, велик он и славен, или следовать за сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Нет сомнения, что оставление сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является заблуждением. Как сказал Мас'уд, если вы оставите сунну вашего пророка, то непременно впадете в заблуждение. И под сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует, имеется в виду его путь. В другой версии сказано, если вы оставите сунну вашего пророка, то впадете в неверие. И об этом мы упоминали в главе о сокращении молитвы путникам. Поэтому мы говорим, что тот, кто оставил облегчение исследования сунни, тот заблудился и впал в грех. Тот же, кто не отказывается, но хочет затруднить для себя тяжестью поста, тому мы скажем, ты противоречишь сунне и пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И это твое действие является нежелательным и неузаконенным, и возможно даже грехом. Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, пост во время путешествия не от благочестия. Это указывает на то, что тот, кто желает поклонения, приближения к Аллаху и награду, то ему не следует поститься, так как цель поста – это увеличить подчинение Аллаху. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, не от благочестия. То есть это не является подчинением Аллаху и увеличением благих дел, когда ты постишься, находясь в пути. Тут необходимо указать на одну вещь, а это то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал общий хукм, пост во время путешествия, нет благочестия. Однако это обобщение относится к тому, кто подобен этому человеку, упомянутому в хадисе, который столкнулся с трудностью и затруднением так, что он упал, и его укрывали от солнца. Это его действие не является благочестием и тем деянием, за которое он получит награду, так как он оставил сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и противоречит его пути. В этом случае благочестие будет заключаться в чем? В разгавлении, следовании за сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и использовании облегчения от Аллаха, и относительно которого сказано в передаче Муслима, берите облегчения от Аллаха, которыми он облегчил вам. Далее автор приводит мнение ученых касаемо положения поста в пути. Как мы уже упоминали недавно, что группа ученых говорят, не дозволяется поститься в пути, и тот, кто будет поститься, ему следует восполнить эти дни, согласно словам Всевышнего, пусть постится столько же дней в другое время. И согласно словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не из благочестия держать пост в пути. Благочестие стоит напротив греха, и поэтому не дозволено поститься в пути. Это мнение некоторых захиритов, и также это передается от Умара, Ибн Умара, Абу Хурейры, Аз-Зухри, Ибрагима, Ан-Наха'и и других. Они приводят в довод слова Всевышнего, а если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Это мнение опровергается действием пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда он постился в Рамадан, и постились его сподвижники, и он не велел им прервать свой пост. Второе мнение состоит в том, что пост в пути разрешен, кроме того, кто боится гибели или больших трудностей для себя. Здесь пост абсолютно дозволен, за исключением случаев, если он боится гибели и тягот для себя. В этом случае пост запрещен. Третье мнение – это мнение большинства ученых, в том числе Малика и Ашафири, а также Абу Ханифы о том, что пост лучше для тех, кто способен его держать, и для них это несложно, и это мнение большинства. Что касается Ахмада, Исхака и Аль-Ауза'и, то они считали, что прерывать пост лучше, и это правильное мнение, как я разъяснил это недавно. Если пост нетрудно держать, а восполнение поста будет трудным, то лучше поститься. А если восполнять пост нетрудно, то лучше разговляться. Таким образом, нарушение поста во время путешествия лучше за исключением одного случая, когда нетрудно поститься, но трудно восполнять его. А некоторые ученые считают, что лучшее из них наиболее легкое. Согласно словам Всевышнего, Аллах желает для вас облегчения. Следующий хадис приводится от Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Однажды мы находились в пути вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и среди нас были как постившиеся, так и не соблюдавшие пост». Далее Анас сказал, «В один жаркий день мы остановились на отдых в каком-то месте, и в самой обширной тени находились те из нас, кто прикрывался своей одеждой, а некоторые защищались от солнца руками». Далее Анас говорит, «И постившиеся упали на землю без сил. Те же, кто не соблюдал пост, стали разбивать палатки и поить верблюдов. И тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Сегодня те, кто не постился, получат большую награду». Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим от Асима Аль-Ахволя, от Миваррика Аль-Иджли, от Анаса, да будет доволен им Аллах». В этом хадисе говорится, что сподвижники вышли с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и некоторые из них постились, а некоторые нарушили пост. И когда они остановились на отдых в каком-то месте, в самой обширной тени находились те из них, кто прикрывался своей одеждой, и постившиеся упали на землю. Ранее мы сказали, что если пост затруднителен, то воспользоваться облегчением от Аллаха и следовать за сунной лучше, и пост в этом случае будет нежелательным. Лучше и сунной является то, чтобы воспользоваться облегчением разговения. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Непостившиеся забрали награду». Так как постившиеся упали от бессилия и оставили дела, не могли ставить палатки или поить водой других, а разговевшиеся делали все это. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал про них, «Непостившиеся забрали награду». Это указывает на то, что разговляющийся в пути и поступающий согласно сунне, следующий за путем пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и пользующийся облегчением, помогающий своим братьям-мусульманам, лучше, величественнее и выше степенью у Аллаха велик он и славен, чем тот, кто подвергает себя трудностям, поститься, пока не упадет или пока его не постигнет затруднения. И он попадает под слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Пост в пути не из благочестия». Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Они ослушники, они ослушники». Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Они забрали награду», означают, что они получат большую награду и что их награда превышает награду постящихся. Эти слова не означают, что они заберут награду постящихся, однако их награда будет больше награды постящихся. Постящийся получит награду за свой пост, однако награда непостящегося будет намного больше его награды. Следующий хадис приводится от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала, «Случалось так, что я должна была возмещать дни поста, пропущенные в Рамадане, но возмещать их я могла только лишь в Шаабане». Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим от Яхи ибн Саида, от Абисалямы, от Аиши да будет доволен ею Аллах. Также он приводится у Мухаммада Ибрагима от Тайми, от Абисалямы, от Аиши да будет доволен ею Аллах. В этом хадисе приводится, что Аиша да будет доволен ею Аллах не могла восполнять пропущенные посты, кроме как в Шаабан, из-за ее занятости пророком, да благословит его Аллах и приветствует. И это было в первое время. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер, ей было 18 лет. Ей не было даже 20 лет. Когда она жила с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, она не восполняла посты, пропущенные по причине менструации, кроме как в Шаабан. Она не постилась в Рамадан шесть или семь дней и не могла восполнить их, кроме как в Шаабан. Это означает, что пропустивший посты в Рамадан может отложить их в восполнение согласно общим словам Всевышнего Аллаха «пусть постится столько же дней в другое время». Всевышний Аллах приказал восполнять общим текстом и не ограничил его началом или серединой месяца Шауаль, однако сказал, что «пусть постится столько же дней в другое время». Это указывает на то, что весь год является временем для восполнения, и что тот, кто отложил восполнение поста за Рамадан на Шаабан, что нет в этом проблем. Если же он отложит восполнение поста до следующего Рамадана, то в этом случае ученые порицают и запрещают это, говоря, что если настал Рамадан, а он еще не восполнил пост прошлого Рамадана, то он обязан восполнить пост вместе с искуплением. Это мнение Ибн Аббаса, Абу Хурейры и Абду Рахмана Ибн Ауфа, да будет доволен имя Аллах, что если человек отложит восполнение до прихода другого Рамадана и восполнит их после, из-за своей халатности, то он должен будет восполнить их и также накормить бедняка за каждый день. Другие ученые сказали, что на нем нет греха и он не должен совершать искупление, и что дозволено отложить восполнение после следующего Рамадана. Согласно словам Всевышнего, то пусть постится столько же дней в другое время. В таком случае восполнение остается на нем до того момента, пока он не восполнит эти дни. Однако нет сомнения, что мусульманину приказано спешить с подчинением Аллаху и спешить отдать долг Аллаху, который на нем. Прерывание поста в Рамадан считается долгом, который нужно вернуть как можно быстрее, ведь он не знает, что постигнет его и занятости, болезней и смерти, которая может наступить в любой момент. Поэтому мы тоже скажем, и это мнение большинства ученых в том, что пропущенные дни Рамадана необходимо восполнить до наступления следующего Рамадана. А иначе он будет считаться халатным, и вместе с восполнением ему надо будет совершить искупление. Согласно фетвам с подвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это мнение приводится от Абу Хурейры ибн Аббаса и Абду Рахмана ибн Ауфа, что ему следует восполнить и кормить бедняка за каждый пропущенный день. Однако другое мнение тоже имеет силу, так как Аллах сказал в своей книге, то пусть постится столько же дней в другое время, и он не обозначил это время до следующего Рамадана. Также этот хадис указывает на то, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, не держала добровольные посты, а ограничивалась восполнением Рамадана. Однако об этом не говорится ясно в этом хадисе. Аиша, да будет доволен ею Аллах, не восполняла пропущенные дни Рамадана до Шаабана, потому что восполнение обязательного поста нуждается в намерении с ночи, а она не знала, какие планы на нее у пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И поэтому она оттягивала восполнение поста до Шаабана, потому что в Шаабан он становился обязательным для нее, и она восполняла его в Шаабан, так как времени оставалось немного. Восполнение поста не обусловлено получением разрешения у мужа, если время ограничено. Однако если времени много, то она должна взять разрешение у мужа для поста, так как может восполнить посты в другое время. Что касается добровольных постов, то не дозволено женщине поститься без разрешения мужа, если он присутствует. Однако если муж отсутствует, то она не обязана спрашивать у него и может поститься. Если она начнет поститься без его разрешения, то пост будет читаться, пока он ее не позовет. В таком случае она не отказывается из-за поста, говоря, что она постится. Вопрос, держала ли Аиша, да будет доволен ею Аллах, добровольные посты, как, например, шесть дней Шавваля или десять дней Зульхиджи, или другие добровольные посты. Внешний текст хадиса указывает на то, что она восполняла лишь пропущенные дни Рамадана в месяце Шаабан. Однако этот хадис не указывает на запрет. Напротив, он может указывать на то, что Аиша считала дозволенным держать добровольные посты прежде обязательных. Таким образом, дозволено поститься десять дней Зульхиджи прежде восполнения, и также шесть дней Шавваля прежде восполнения, и другие добровольные посты прежде восполнения, даже если лучше и по сунне сперва восполнить пропущенные дни поста. Вместе с этим мы говорим, что нет довода на обязательность восполнения прежде добровольных постов. Поэтому дозволено держать добровольный пост до восполнения пропущенных. Однако также нет сомнения, что самое любимое для Аллаха, посредством чего приближаются к Нему, это то, что Аллах вменил в обязанность. И это то, что приводится от Аиши. Также у муслима приводится, что слова «из-за ее занятости пророком, да благословит его Аллах и приветствует», не являются словами Аиши. Однако это слова Яхья ибн Саида Алянсари, который добавил эту фразу и сказал «и я подумал, что это из-за ее степени у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Яхья ибн Саид сказал «занятостью пророком или от пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Он сказал эти слова по причине того, что Аиша не постилась вплоть до месяца Шаабан. И сказал Яхья. Также муслим приводит от Сулеймана ибн Беляля, от Яхьи, который сказал «и это по причине ее степени у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Также это предание приводится от Ибн Джурейджа, от Яхьи, который сказал «и я подумал, что это по причине ее степени у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». И эта добавка – это слова Яхья ибн Саида Алянсари, а не слова Аиши «да будет доволен ею Аллах». От Тирмидзи и Ибн Хузейма приводят от Абдуллаха, от Аиши «да будет доволен ею Аллах», которая сказала «я не восполняла ничего из пропущенных дней Рамадана, кроме как в Шаабан, пока не умер посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Нас в этом касается то, что откладывание восполнения пропущенных постов дозволено, и что необязательно сразу восполнять пропущенные дни Рамадана. Однако большинство ученых сделали обязательным восполнение до наступления следующего Рамадана, а оттянувший его до следующего Рамадана должен восполнить эти дни, а также кормить бедняков. Второе мнение состоит в том, что следует восполнить эти дни, но не нужно кормить бедняка. Согласно общим словам Всевышнего, то пусть постится столько же дней в другое время. Если же он оттягивает по уважительной причине, как, например, долгая болезнь или неспособность, то такому достаточно возместить без искупления. Вопрос. Должно ли возмещение поста быть непрерывным, или можно поститься с перерывами? Правильным мнением является то, что можно восполнять с перерывами и необязательно без перерыва. Некоторые ученые сказали, что нужно восполнять Рамадан так, как он разговелся в нем. То есть, если пропущенные дни были непрерывными, то и восполнение должно быть непрерывным. Однако на это нет довода. Всевышний Аллах сказал, то пусть постится столько же дней в другое время. Это указывает на дозволенность восполнения с перерывами и на необязательность поста без перерыва, даже если пост подряд лучше, чтобы быстрее снять с себя обязанность этого поста. Поэтому, как я сказал, правильным мнением является дозволенность восполнения с перерывами, и что непрерывность не является обязательным. Ибн-Уль-Мунзир передал от Али и Аиши обязательность непрерывного восполнения поста. Это мнение некоторых захиритов. и оно менее весомое. Правильным же является то, что непрерывность необязательна. Некоторые читают аят «Пусть постится столько же дней в другое время непрерывно», и это передал Абду-Разак со своим иснадом от Ибн Умара, который сказал «Выполняет непрерывно». Также от Аиши передается, что она сказала «Этот аят, пусть постится столько же дней в другое время, был неспослан с добавкой «Непрерывно», после чего эта добавка была убрана». Сказал Малик в Аль-Муватта, что это чтение Убэя ибн Кааба. Итак, все это указывает на то, что беспрерывность лучше. Также говорится, что вначале это беспрерывное восполнение поста было обязательным, после чего было аннулировано. Ученые не разногласят в том, что беспрерывность лучше и первостепеннее. Следующий хадис передает Аиша да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Пусть за умершего, которому предстояло соблюдать пост, постится кто-нибудь из его близких». Этот хадис передал Аль-Бухари от Мусы ибн Айюна и также Муслим от ибн Вахба и обе версии от Амру ибнуль-Хариса, от Убайдуллаха ибн Абиджа'фара, от Урвы, от Аиши да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Пусть за умершего, которому предстояло соблюдать пост, постится кто-нибудь из его близких». Этот хадис указывает на то, что если человек умрет и на нем будет пост, и под постом тут имеется в виду обязательный в основе шариата или же обязательный по причине действий самого раба. То есть, либо раб сам обязал себя, как, например, обед, либо это та обязанность, которую предписал Всевышний Аллах, подобно посту в месяц Рамадан или посты искупления. Большинство ученых считают, что мусульманин не постится за другого, не те посты, что предписаны в основе шариата, не те, что обязывает раб сам для себя, и что достаточно накормить бедняков за него. В одной из версий от имама Ахмада приводится, что не постятся за умершего, кроме поста обета. То есть, общий смысл слов «кто умрет и на нем будут посты» ограничивается хадисом «кто умрет и на нем будет пост обета, то пусть его близкий постится за него». Имам Ахмад дозволяет мусульманину держать пост обета за своего близкого, и ничто кроме этого. А остальные посты, вмененные в обязанность в основе шариата, то за них следует кормить бедняка. Правильным же мнением, на котором ученый по хадисам, и также это один из ривоятов от имама Ахмада, и об этом сказали Абу-Фаур, Аль-Хасан, Ат-Тауз и другие ученые, что тот, кто умер и на нем есть посты, то за него постится его близкий. Будь это посты обязательные в основе, или же те, что обязал раб сам для себя. Согласно общим словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «кто умрет и на нем будет пост, то пусть за него постится его близкий». И его слова «кто умрет и на нем будет пост» включают в себя как обязательные посты и пост обета, так и другие виды постов искупления. Поэтому каждый, кто умирает и на нем остаются посты, будь это обязательные в основе, либо те, что он сам обязал для себя, то его близкий восполняет эти посты за него, постясь за него. И также по единогласному мнению, кроме захиритов, что он может восполнить их за него, накормив бедняков. Среди захиритов есть те, кто считает, что пост близкого человека за умершего является обязательным. Однако по единогласному мнению, это не является обязательным, но является дозволенным. Близкий человек к умершему может поститься за него и может накормить за него бедняков, тем самым восполнив его пост, и нет в этом разногласия среди ученых. Сказал Аш-Шафири, если бы этот хадис был достоверен, то я сказал бы согласно ему. Поэтому Аль-Бейха-Ки и другие склонились к тому, что если человек умрет и на нем останутся посты, то за него постится его близкий, будь это обязательный пост или же пост обета. Это и есть правильное мнение в этом вопросе. Поэтому мы говорим, что если у умершего остались посты, то дозволено для его близких поститься за него и дозволено им разделить его посты между собой. Например, один постится 10 дней, другой 10 дней и третий тоже 10 дней. Если на нем целый месяц поста, то 30 человек могут продержать по одному дню и тем самым получится целый месяц. Три человека могут держать по 10 дней или 10 человек по три дня каждый, намереваясь поститься за своего умершего. Также им дозволено накормить за каждый день бедняка. Приводится от Ибн Умара, от Аиши, от Ибн Аббаса, что кто умрет и на нем будут посты, то его близкий кормит за него бедняков. И касаемо дозволенности этого, как я уже говорил, нет разногласий среди ученых. Таким образом мы говорим, что он может как поститься за своего близкого, так и накормить за него бедняков. Имам Аль-Харамейн даже привел единогласие в том, что пост человека за своего близкого умершего является желательным, а не обязательным. Тем самым противоречия захиритам, которые считают это обязательным. Итак, это хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах. Касаемо вопроса дарения награды за поклонение покойному, то самый просторный мазгаб в этом вопросе это ханболитский. Имам Ахмад дозволяет дарить награду умершему за поклонение, такие как молитва, пост, милостыня и хадж, кроме обязательной молитвы. То есть человек не совершает обязательную молитву, даря награду за нее другому. Однако дозволено живому человеку дарить награду за свою дополнительную молитву умершему. Также дозволено дарить награду за пост умершему и дарить награду за хадж умершему. Они единогласны в том, что если на умершем остался хадж, то дозволено его близкому совершить хадж за него. Также дозволено совершать умру за него. Большинство ученых дозволили отдавать награду лишь за хадж и умру. Остальные благие деяния, как пост, молитва и тому подобное, то большинство ученых запрещают это, кроме имама Ахмада, который дозволил это. Правильным мнением является то, что награду за все поклонения можно дарить умершему, и это мазхаб имама Ахмада досмилуется над ним Аллах. В главе о посте за умершего имам Ахмад дозволяет поститься за умершего, если это пост обета, и не дозволяет держать обязательный пост за него по одной из версий, а по другой версии, он дозволяет это. Что касается вопроса дарения благих деяний, то правильное мнение в том, что это дозволено, если только умерший не оставлял это же поклонение намеренно. То есть, если он намеренно оставил молитву или оставил полене, и его близкий захотел молиться за него, мы скажем, что это не дозволено. И также это не дозволено, если он оставил молитву, имея оправдание. Что же касается поста, если он оставил намеренно, то не держится за него пост. А если оставил по уважительной причине, и этот пост остался на нем, то его близкий может поститься за него согласно наиболее правильному мнению. Если он оставил хадж, проявляя высокомерие, упорство и отрицание, то также не совершается хадж за него. Если же он оставил хадж, проявляя небрежность и оттягивание, думая, что совершит позже, и умер, так и не совершив хадж, то в этом случае дозволено за него совершить хадж. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу-Разину Аль-Укейли, соверши хадж и умру за своего отца. Следующий хадис от Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен Аллахими обоими, который сказал, однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то человек и сказал, о посланник Аллаха, моя мать, которая должна была поститься в течение месяца, умерла, так следует ли мне соблюдать этот пост вместо нее? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, как думаешь, если бы у нее остался долг, долг, уплатил бы ты его? Он ответил, да. И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, ведь долг Аллаху более всего заслуживает того, чтобы быть оплаченным. В другой версии сообщается, однажды к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришла какая-то женщина и сказала, о посланник Аллаха, моя мать дала обет поститься, а потом умерла, не выполнив обет, так следует ли мне соблюдать этот пост вместо нее? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, как думаешь, если бы у нее остался долг, и ты уплатила бы его, считалось бы это оплаченным за нее? Она ответила, да. И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, тогда постись за свою мать. Этот хадис передал Аль-Бухари от Аль-Амаша, от Муслима, от Саида ибн Джубейра, от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими. Сказал Аль-Бухари. И также этот хадис передается от Абихалида, который сказал, нам рассказал Аль-Амаш от Аль-Хакама и Муслима, а также от Саляма ибн Кухейля, от Саида ибн Джубейра, Ата и Муджахида от Ибн Аббаса. Моя сестра умерла, и на ней остался обед. Другие передали, моя мать умерла. Версии этого хадиса разнятся, где-то говорится моя мать, в другой версии говорится моя сестра. По одной версии приводится, что пришел мужчина к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, а в другой, что пришла женщина. По этой причине некоторые ученые послабили хадис ибн Аббаса из-за этой путаницы. Однако правильным является то, что хадис достоверен. Даже если слова отличаются, то хадис указывает, что некий мужчина или женщина пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросили, моя мать умерла, и на ней остался пост, поститься ли мне за нее? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если бы у твоей матери остался долг, отдал бы ты его, или отдала бы ты его? Тот ответил, да. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, долг Аллаху больше заслуживает того, чтобы быть выплаченным. Итак, имам Ахмад взял этот хадис и объединил с хадисами Аиши и Ибн Аббаса. Общий смысл хадиса Аиши он уточнил хадисом Ибн Аббаса, сказав, за умершего не постятся, кроме поста обета. Взяв эту добавку в хадисе, моя мать умерла, и на ней остался обет. Большинство же ученых не взяли оба этих хадиса, сказав, что никто не постится за другого человека, а только лишь кормит бедняков. Имам Малик оставил действие согласно этим двум хадисам, говоря, что поступки жителей Медины не соответствуют им. Что касается Ахлю Рай, то они оставили деяния согласно этому хадису, сказав, что Аиша противоречит ему. И от нее передается, что она сказала, не поститесь за ваших умерших, но кормите за них. Этот хадис передал Аль-Бейхакы с цепочкой, в которой есть слабость. Они сказали, что учитывается ее мнение, а не то, что она передала. А ее мнение противоречит ее передаче. Если бы то, что она передала, было бы достоверным, то ее мнение не противоречило бы ее передаче. Что касается Аш-Шафири, то он связал это с достоверностью хадиса, и так как он достоверен, то значит, что он на этом мнении. Поэтому имам Аль-Бейхакы склонился к тому, что это и есть мнение имама Аш-Шафири. Что касается имама Ахмада, то он поступал согласно этим двум хадисам, однако он сделал общее частным посредством этого хадиса про обет и сказал, за умершего дозволено поститься лишь обет. Правильным мнением является то, на чем большинство мухаддисов. И это мнение Абу Саура, до него Аль-Хасана и Тауса, что если у умершего есть долги в посте, то за него постится его близкий, будь это обязательный пост или же пост обета. Является ли он обязательным в основе или же человек сам обязал себя. Следующий хадис от Сагаля ибн Саада ас-Саиди, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, люди не лишатся блага до тех пор, пока не перестанут спешить с разговением и откладывать сухур. После того, как он закончил тему, связанную с восполнением поста и постом за умерших, он перешел к теме сунны спешки с разговением. Этот хадис Сагаля ибн Саада ас-Саиди передается от Абдуль-Азиза ибн Абихазима, от Абихазима, от Сагаля ибн Саада ас-Саиди, и в нем передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, люди не лишатся блага до тех пор, пока не перестанут спешить с разговением и откладывать сухур. Из этого хадиса понимается, что если умма будет откладывать разговение, то лишится того блага, которое есть в ней. Поэтому мы говорим, что сунной является спешить с разговением. Когда спросили Аишу, да будет доволен ею Аллах, о двух людях из числа сподвижников, один из которых спешил с разговением и спешил с молитвой, тогда как другой оттягивал разговение и молитву, она посчитала правильным действие того, кто спешил с разговением и с молитвой, и это является сунной. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приказал своим сподвижникам, сказав, если ночь появляется с этой стороны, и он указал на восток, а день отбывает сюда, и он указал на запад, то постящийся разговляется. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел одному из сподвижников слезть с верхового животного и размешать еду савик, сказав, слезь и размешай для нас. Это указывает на то, что сунна является спешить с разговением и также сунна разговляться финиками. Если же нет фиников, то глотками воды. Передается от Джафара, от Сабита, от Анаса, да будет доволен им Аллах, который сказал, пусть разговляет со свежими финиками, а если не найдет, то сушеными финиками, а если не найдет и этого, то глотками воды. В те времена не всегда были свежие финики, а были лишь в сезон осенью. Если будут свежие финики, то лучше разговляться ими. Если же зима и нет свежих фиников, то лучше разговляться сушеными финиками. Таким образом, не говорится, что Сунна всегда разговлятся свежими финиками как осенью, так и зимой, так как этого не было во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А свежие финики были лишь осенью, и у них не было возможностей, посредством чего они могли бы хранить их. Поэтому мы говорим, что осенью, когда есть свежие финики, Сунна является разговляться ими. Если же нет свежих фиников, то Сунна является разговляться сухими финиками. Об этом упоминал имам Ат-Тирмиди, да смилуется над ним Аллах, в хадисе Амира ибн Раби'и, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Пусть разговляет со сухими финиками, а если не найдет, то глотками воды». Это то, что является сунной в разговении, и также, чтобы он кушал их в нечетном количестве, так как Аллах один, нечетный и любит нечетное. Абдур-Разак приводит от Амра ибн Маймуна Аль-Азди, да смилуется над ним Аллах, который сказал, С подвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, быстрее всех разговлялись и позднее всех совершали сухур. Также в хадисе Сагля передается, «Моя община не перестанет быть на моей сунне, пока не будет ждать появления звезд, чтобы разговеться». Это указывает на то, что благо останется в этой общине, пока они будут спешить с разговением и оттягивать сухур. Говорит ибн Датык Аль-Ид, в этом хадисе опровержение шиитам, в их оттягивании разговения, пока не появятся звезды. Шииты не разногласят с нами лишь в этом, напротив, они разногласят с нами в основе религии. Чрезмерные рафидиты, которые обожествляют семейство пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разногласят с нами не только в том, что они разговляются лишь после появления звезд, то есть после Магриба они ждут появления звезд, и только после этого разговляются. И это одно из их противоречий Ахлю Сунна и пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но они разногласят с нами в основе религии, предавая Аллаху сотоварищей. Имама Шафии считает, что спешка с разговением является желательной, а его оттягивание не запрещено, кроме того, который специально оттягивает разговение, считая, что это лучше. Мы же скажем, что намеренно оттягивающий разговление и считающий, что это лучше, является заблудшим нововведенцем по причине его противоречия пути пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сунни. Следующий хадис от Умара ибн Аль-Хаттаба «Да будет доволен им Аллах», что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если ночь появляется с этой стороны, и он указал на восток, а день отбывает сюда, и он указал на запад, и солнце заходит, то постящийся разговляется». Этот хадис передается от Хищама ибн Урвы от своего отца, от Асима ибн Умара ибн Аль-Хаттаба от своего отца, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если ночь появляется с этой стороны, и он указал на восток, а день отбывает сюда, и он указал на запад, и солнце заходит, то постящийся разговляется. Слова «ночь появляется и день отбывает» означает, когда заходит солнечный диск и скрывается за горизонтом, тогда постящийся разговляется и неузаконенно проявлять осторожность и ждать еще. Мы говорим, что как только солнечный диск скроется, то разговение становится сунной для мусульманина и Муаввин начинает давать азан для молитвы Магриб. И если Муаввин дает азан на молитву сразу после скрытия солнечного диска, то постящиеся разговляются и сунной является спешить с разговением. Также этот хадис указывает на мнение тех, кто считает, что ночь не время для поста и что хадис непрерывного поста аннулирован подобными этому хадису. В словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, если ночь появляется с этой стороны, а день отбывает сюда, то постящийся разговляется, указание на то, что ночь не время для поста. Поэтому те, которые сказали, что хадисы с упоминанием непрерывного поста являются отмененными, приводили в довод этот хадис. Правильным же является то, что в этом хадисе нет отмены хадисов о связывании поста. И в нем разъяснение и сообщение о том, что разговение дозволяется с наступлением ночи и уходом дня, который бывает закатом солнечного диска. А наступление ночи с сокрытием солнечного диска, даже если остается краснота и сияние, то это также называется ночью, если скрывается солнечный диск, так как солнце властвует днем, а с сокрытием солнечного диска уходит дневная власть и наступает власть ночи. Таким образом, этот хадис указывает на время разговения и что если солнце зашло и скрылся его диск, то становится дозволенным разговение. Что касается условия о необходимости совмещения ночи и дня во время разговения, то это неправильное мнение, на которое нет довода. Следующий хадис приводится от Абдуллаха ибн Умара да будет доволен Аллахими обоими, который сказал, посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, запрещал соблюдать пост непрерывно. И тогда люди сказали, но ведь ты постишься так, о посланник Аллаха. На что пророк да благословит его Аллах и приветствует ответил, поистине я не подобен вам, поистине меня кормят и поят. Этот хадис передали Аль-Бухари и Муслим от Малика, от Нафиа, от ибн Умара. Также он передается от Абу-Хурейры, Аиши и Анаса ибн Малика в двух сахихах. И все они достоверны. Автор также пишет, также приводится у Муслима со слов Абу-Саид Аль-Худри. Однако это ошибка автора Абдуль-Хания Аль-Магдиси досмилуется над ним Аллах, так как этого хадиса нет у Муслима, а есть у Аль-Бухари. И это хадис, в котором говорится, не поститесь непрерывно, а тот из вас, кто захочет сделать это, то пусть делает это до рассвета следующего дня. Этот хадис затрагивает вопрос непрерывного поста. И под непрерывным постом тут имеется в виду объединение человеком своей ночи и дня, будучи постящимся. То есть он постится весь день, после чего продолжает поститься ночью до следующего дня. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постился непрерывно со своими сподвижниками один, два и три дня. То есть они постились шестой, седьмой и восьмой день, тем самым держа пост три дня подряд и разговлялись лишь в тот день, когда ослабевали. Также приводится, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постился непрерывно в конце месяца. И когда ему сказали, но ведь ты постишься так, о посланник Аллаха, на что он ответил, поистине я не подобен вам, поистине меня кормят и поят. Когда же он увидел, что они не перестанут, то начал поститься с ними один день, потом еще один, после чего сказал, если бы не увидели месяц, то я постился бы непрерывно с вами до тех пор, пока переходящие границы не остановились бы. Поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил непрерывный пост и сказал, кто хочет поститься непрерывно, то пусть постится до ночи. Поэтому ученые разошлись во мнениях касаемо непрерывного поста. Из них те, кто запретил его полностью, сказав, что такой пост не дозволен, и что нет поста после наступления ночи. Из них те, кто полностью дозволил его, и это приводится от Ибн Аззубейра и других. Приводится, что Ибн Аззубейр постился непрерывно 15 дней и также 7. Правильным мнением является то, что непрерывный пост дозволен, однако дозволен до времени рассвета. То, что больше этого, то это запрещено. И запретил его Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И это потому, что Пророк связал свой пост с тем, что его Господь кормит его и поет. И это значит, что у него для этого были силы, которых не было у других. И что его пища, пища духовная, которая дает ему силы его телу. И это особенность Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Таким образом, правильным мнением в этом вопросе является то, что непрерывный пост дозволен до рассвета. То есть, когда человек связывает свой день с ночью, будучи постящимся, и продолжает пост до рассвета. А когда наступает время рассвета, то кушает, и это становится его сухуром. Это указывает на то, что такой пост дозволен до этого времени. И об этом сказали большинство ученых. Что касается тех, кто дозволил его полностью, как это приводится от Ибн Аззубейра, да будет доволен им Аллах, который постился непрерывно 15 дней, и из этого произошло разногласие среди праведных предшественников. Первое мнение, что Ибн Аззубейр считал непрерывный пост абсолютно дозволенным. И это приводит от него Ибн Абишейба с достоверным Иснадом, что он постился непрерывно 15 дней. Он говорит, он постился непрерывно 15 дней, и в 15 день никто из нас не мог побороть его руку из-за его силы, которая оставалась в нем. И когда он разговлялся, то кушал сперва жир, чтобы раскрыть свой желудок. Это мнение некоторых ученых. Второе мнение – запрет непрерывного поста. И они ссылаются на общие слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где он запретил непрерывный пост. Имама Шафии приводит в своей книге Аль-Ум, что это является запретным. Однако правильным мнением является то, что он дозволен до времени рассвета. И это мнение имамов Ахмада и Исхака. Из числа шафиитов это мнение выбрали Ибн-Уль-Мунзир и Ибн-Хузейма. И это также мнение группы маликитов. Таким образом, Аш-Шафии и Абу-Ханифа, и также некоторые маликиты говорят, что непрерывный пост является запретным и недозволенным, согласно запрету пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и что ночь – не время для поста. Второе мнение, что такой пост дозволен до рассвета. И это правильное мнение. Третье мнение, что он абсолютно дозволен, основываясь на действии Ибн-Аз-Зубейра. Правильное мнение, как мы сказали, это мнение имама Ахмада, Исхака и Ибн-Хузеймы. И также это мнение выбрал Ибн-Уль-Мунзир. Это то, что касается хадисов о непрерывном посте. Комментируя хадис Умара, «Если ночь появляется, а день отбывает», мы скажем, что здесь имеется в виду, что ночь – не время для поста. Однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постился непрерывно. Поэтому, объединяя эти два хадиса, мы понимаем, что хадис Умара подразумевает время разговения, тогда как хадис о непрерывном посте указывает на дозволенность такого поста до времени сухура. На этом мы завершили некоторые главы, связанные с положениями поста. И перейдем, если пожелает Аллах, к следующей главе, главе о лучшем посте. И это хадис Абдуллаха ибн Умара. К нему мы перейдем на следующем уроке.